с вами дмитрий сегодня поговорим о том как припаять безнадежно от уроны казалось бы разъем вот системная плата планшета типа x play по моему если не ошибаюсь короче оторвали интерфейсный разъем micro usb причем оторвали с печатными проводниками 3 пина все 5 петельного стандартный и 3 пина наглухо оторвана значит что было сделано было выявлено вернее как печатные проводники вместе с контактными пятачками межплатного соединения от урона было аккуратненько иголочкой вот эти вот полосочки где дорожки были аккуратненько иголочкой под микроскопом расшарошиваем доходим до контактных пятачков аккуратно зачищаем залуживаем все это хозяйство отвлекся чуть-чуть аккуратно заложиваем применял я вот такой плюс вот flux плюс потому что другими плюсами проблематично да и не достают они вот поэтому пришлось как сказать с помощью паяльника индукционки тонким таким обжалом таким маленьким жалом запаиваем короче смысл в чем основной сейчас фокус найду смысл в том чтобы оставшиеся контакты пятачки до них расшарошить иголкой и их залудить потом контактики разъемы чуть чуть не загибаем залуживаем их загибаем их вниз прижимаем плотно разъем запаиваем его по массе то есть но по основным точкам крепления по силовым вот сбоку массовые точки которые общей шине идут запаиваем припаиваем минус плюс боковые а потом уже три интерфейсных разъема ну да три пина уже припаиваем обильно смазываем флюсом берем на кончике жало чутка флюса этого припоя вот я использовал такой проток 0 3 миллиметра вот можно побольше но лучше маленький чтобы до дозах была маленькая и аккуратно нагревая сам пин разъема припаиваемся к заложенному кончику межплатного соединения и так вот три пина потом берем тестер вот и ставим на режим прозвонки диодов и проверяем относительно массы меняя полярность щупов проверяем на наличие сопротивления если сопротивление есть значит соединение восстановлено из сопротивления не значит надо еще раз пропаивать этот пин у меня получилось принципе с первого раза поэтому я больше не пропаивал и теперь вот эту часть с эту часть разъема зальем так вот чуть-чуть капли эпоксидной смолы дабы здесь чтобы была нагрузка совмещенной если когда будет подключаться разъем нагрузка как и на штекер так и на оплату равномерные так как эпоксидная смола двухкомпонентная она хорошо затвердевает и хорошо проводит нагрузки механические так что будет нагрузка передаваться сразу с разъема не на контактике которые там подпаяны которые могут обломиться допустим при чрезмерном усилии на разъем а будет уже вместе как бы с платой единым целом так что такие дела всем спасибо за просмотр если есть какие то вопросы пишите в комментариях с вами был я дмитрий удачи ваших начинаниях и ремонтах всем пока и